Декабрь минувшего года. Один из домов на улице Александра Матросова в Самаре. Около полудня жительница дома Екатерины Пышкина возвращалась домой со своим двухлетним сыном. У подъезда стоял неизвестный мужчина, на которого девушка не обратила особого внимания. Неизвестный зашел за Екатериной в подъезд. Дальше события развивались стремительно и молниеносно. Он сказал отдай сумку и все. Потом он просто придушил и больше ничего говорить не надо было. Испугалась, потому что упала, потому что ребенок упал, очень сильно ударился. Когда женщина идет с маленьким ребенком, двухгодовалым, здесь боишься больше не за себя, а за него даже. Выхватив сумку, злоумышленник бросился на утек. На крики Екатерины из соседней квартиры выскочил сосед, 19-летний Сергей Шорскин. Молодой человек бросился за обидчиком. По дороге к нему присоединился знакомый. Молодые люди пробежали несколько дворов и потеряли след преступника. И потом решили по подъездам пройтись. В один, во второй зашли. Ну вот потом в одном из подъездов мы его обнаружили. Руки начали ему связывать, заламывать. Ну и он начал вырываться, маленько кулаками помахал. Ну мы его успокоили. Он вел себя. Ну сначала агрессивно пытался вырваться. Говорит, не сдавайте в полицию меня. Мы говорим, ну как же так тебя не сдать? Я говорю, вечером опять пойдешь кого-нибудь грабанешь. По данным правоохранителей, грабителем оказался 38-летний неоднократно судимый житель Самары. Уголовное дело о грабеже сейчас передано в суд. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Похищенные вещи вернули законные владелицы. А двум простым парням из Самары Сергею Шорскину и Василию Игнатьеву вручили ценные подарки и благодарности от начальника областной полиции. Преступник задержан, а Екатерина теперь уверена, в трудной ситуации обязательно найдется человек, способный помочь. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.